Ремейк классики JRPG, кооперативный шутер, работающий по правилам Dark Souls и неторопливая рекурсивная головоломка. Недавно мы рассказали вам о том, какие игры получили подписчики PS Plus в этом марте. Сегодня же мы хотим окунуться в прошлое и вспомнить их главные поводы для радости с момента появления игровых раздач на консолях PlayStation по сегодняшний день. Понятное дело, что ни о какой объективности тут речи идти не может. Да и все отличные игры, попадавшие в плюс, в десятку не вместишь, поэтому если ролик покажется вам интересным, напишите об этом в комментариях, чтобы мы задумались над его продолжением. А для начала нужно вспомнить, с чего начался PS Plus. О появлении на PlayStation особой подписки с уникальными преимуществами было объявлено на выставке E3 в уже далёком 2010 году. Купившие её владельцы актуальных тогда PS3 получили доступ ко всем сетевым сервисам консоли, скидкам в игровом магазине PlayStation, регулярным порциям всевозможных уникальных тем, аватаров и других маленьких радостей и украшательств. Ну и что, наверное, было самым притягательным для публики — к ежемесячным раздачам полных версий игр. Уже 29 июня 2010-го жемчужиной первой порции контента для подписчиков Плюса стала футуристичная аркадная гонка Wipeout HD. Некоторым будет трудно в это поверить, но с тех пор минуло уже почти 11 лет, и сменилось два поколения консолей. На свет появились PlayStation Vita, PlayStation 4 и PlayStation 5. Естественно, каждая из них получала со старта поддержку всех прелестей PS Plus. В чём же они заключаются сегодня? Во-первых, это, конечно же, мультиплеер. И дело тут не просто в самом доступе к сетевым матчам в вашем любимом футбольном симуляторе или к масштабным баталиям очередного Battlefield. Не стоит забывать о том простом факте, что, играя по сети на консолях PlayStation, вы не рискуете на каждом шагу повстречаться с противниками, которые умеют, подобно Супермену, смотреть сквозь кирпичную кладку стен и попадают в глаз едва заспавнившегося игрока с другого конца карты. Мультиплеер тут удобный и, не побоимся этого громкого слова, цивилизованный. Помимо того, как и в 2010-м, владельцев подписки всегда ждут эксклюзивные скидки в PlayStation Store и особые игровые материалы — костюмы, публики, оружие и другие бонусы, которые иначе получить не удастся. Также в PS Plus входят 100 гигабайт в облачном хранилище, где, например, можно держать сохранение от своих игр. Это особенно удобно тем, у кого консоли PlayStation стоят в разных комнатах. С помощью облака можно просто и быстро синхронизировать свой прогресс, встать из любимого кресла и без лишних забот отправиться в спальню, сыграть ещё пару каток перед сном прямо из-под одеяла. А ещё подписчикам Плюса доступна функция SharePlay. С её помощью можно пригласить друга поиграть в любую игру по сети так, как будто вы с ним сидите рядом на одном диване, обсуждаете происходящее на экране и периодически передаёте друг другу контроллер. Ну и, конечно, стоит упомянуть PS Plus коллекцию из 20 отборных хитов для владельцев PS5 и спецпредложения от видеосервисов на платформе. А теперь давайте вернёмся к длинному списку игр, из которых у преданных подписчиков PS Plus за годы раздач сложились внушительные цифровые коллекции. За десять с лишним лет Плюса на виртуальные полки их аккаунтов приземлилось больше шести с половиной сотен тайтлов для разных консолей PlayStation. Давайте попробуем ткнуть пальцем в десятку особенно заметных из них. Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots Начнём, как полагается, с конца. А точнее, с последней в истории PS Plus раздачи игр для PlayStation 3. Тогда, в феврале 2019-го, Sony отвесили владельцам тройки прощальный поклон такой амплитуды, что никто даже толком не возмущался из-за того, что второй игрой для тройки в раздаче стал пародийный и ну совсем уж инди-файтинг-дайвкик. Хидео Наш Кодзима написал монументальное полотно о глубоких околосамурайских переживаниях в сердцах великих, но незаметных воинов современности и не чересчур отдалённого будущего. И это всё ещё один из главных эксклюзивов PS3. В своё время одно только его появление сподвигло немало потомственных ПК-бояр бороды брить и консолями заморскими закупаться. В первые месяцы своего существования Guns of the Patriots заставил говорить о себе чуть ли не каждого игрока, и мнения, как обычно, сложились полярные. Те, кто не сумел поиграть, нервно бубнили мантру про мыльное кинцо с полуторачасовыми катсценами во всех закоулках сети. А тем, кто поиграть смог, вряд ли нужно подробно объяснять, чем четвёртый МГС был хорош и примечателен, и почему он практически не постарел с годами. Финальное задание Солида Снейка стало настоящим мрачным праздником для поклонников серии. Неожиданно быстро постаревший воин прошёл за свою насыщенную шпионскую карьеру сквозь тысячи стен перекрёстного огня и не одну сотню раз находил приют в чреве маскировочной коробки из-под пузатого телевизора. И вот хитрые замыслы могущественных врагов, в именах и мотивах которых мы по-прежнему бесстыдно путаемся, привели его на последнюю, самую жестокую войну в его жизни. А на победу в ней у Солида остались считанные недели, после чего он сам превратится в оружие судного дня, способное уничтожить всё человечество. В общем, если у вас сейчас возникло стойкое желание стряхнуть пыль с геймпада Старушки Тройки, мы и вас прекрасно понимаем. Uncharted 4. Путь вора Через год подписчиков PS Plus порадовали ещё одной четвёртой части, уже совершенно другой по характеру и сути, но от того не менее легендарной франшизы. Путь вора вернул в мир опасных приключений знаменитого духовного наследника Индианы Джонса и одной острогрудой расхитительницы гробниц. Но старательно пытавшегося вести тихую семейную жизнь Натана Дрейка, как сугроб на голову, обрушился из небытия любимый старший брат, прайдоха Сэм. И к ликованию фанатов серии, великий охотник за сокровищами древности не усидел на месте и пустился во все тяжкие, как полагается, тайком от супруги. В четвёртой части Uncharted мастера остросюжетной постановки из Ноти Дог, что называется, оторвались на славу. Тут вам и бесчисленные перестрелки с легионами противника, и путешествия в разные точки земного шара в компании преданных друзей, и неторопливые поездки на внедорожнике среди экзотических красот, и очень даже торопливые поездки на внедорожнике под огнём бронированной техники. Словом, всё, как завещали первые три части, только больше, масштабней и живописней. Неизменным осталось лишь одно — если вам кажется, что очередная дощечка, по которой мистер Дрейк храбро шагает над пропастью, может сломаться под его ногой, то не волнуйтесь, она сломается обязательно и все непременно. Rise of the Tomb Raider Но ни одной только серии Uncharted живёт жанр больших кинематографичных экшн-приключений от третьего лица. В раздачах Плюса в разное время засветились и все три части перезапущенной в 2013 году серии Tomb Raider. Из них мы отдельно выделим вторую, где Лара Крофт набрала форму, вошла во вкус и отправилась аж в Сибирь на поиски загадочного города Китежа. Естественно, уже в первые минуты игры вместе с горной лавиной ликит в пропасть весь изначальный план этой экспедиции, а дальше нас ждёт выживание в снегах, лутание по таинственным руинам и козни агентов жуткого общества Тринити. Это местная злодейская организация, в которой очень халтурно работает отдел найма головорезов. Утверждаем мы это, потому что целую армию этих обвешанных оружием профессионалов наша хрупкая барышня берёт своими не по погоде одетыми руками и просто-таки разрывает на части. Правда, если Натан Дрейк в процессе шинкования вражин отпустил бы дюжину-другую специфических шуточек и каламбуров, мисс Крофт обычно пребывает в состоянии закономерного шока от первобытной дикости происходящего. Во время игры не отпускает ощущение, что эта девушка пришла сюда всё-таки по скалам карабкаться и древней загадкой разгадывать, а все эти солдаты, с их навязчивыми приставаниями, ей, как и игроку, попросту мешают наслаждаться процессом. Что, впрочем, только добавляет желание поскорей разделаться с этими надоедалами и пуститься в неторопливое изучение очередного археологического сокровища. Dragon Age Начало А теперь вернёмся к классике поколения PlayStation 3. Пусть первая глава эпопеи Dragon Age и не выжимала все графические соки из третьей плойки, подобно четвёртому Metal Gear, и пускай она не стремилась поразить игрока шедевральной постановкой каскадёрских трюков, как сага о самопровозглашённом потомке старого пирата Дрейка. Но зато тут на совесть поработали умельцы из BioWare, ещё не успевшие на тот момент пошатнуть собственную репутацию заслуженных создателей масштабных RPG-миров и затягивающих сюжетов. Многоликий Серый Страж и в 2021 году очень даже готов собрать компанию разномастных соратников, отправиться в военный поход на орды нечисти, напавшие на королевство Ферелден, и вновь славными подвигами и судьбоносными решениями начертать своё имя на страницах летописей мира игры. Dragon Age Origins по-хорошему открыта для запросов игрока и может стать очень разной в зависимости от выбранных настроек сложности и задействованных механик. Для тех, кто в ролевых играх больше всего ценит истории, она обернётся отлично написанным интерактивным романом с запоминающимися персонажами, мрачным миром и, как водится, нежной любовной линией. А любители поскрипеть зубами выберут сложность повыше и получат в своё распоряжение гигантский набор непростых тактических головоломок, широкие возможности для прокачки главного героя и карнавал из досадных смертей, вызванных неправильно принятыми решениями. Особенно пламенный привет тут, конечно же, передаёт финальное сражение игры. Shadow of the Colossus Справедливости ради стоит сказать, что подписчики PS Plus получали «Тень колосса» дважды. Сперва в 2013 году — версию для PlayStation 3, а потом в 2020 уже ремейк для четвёртой плойки. Но мы остановимся именно на ремейке, потому что он по-настоящему раскрыл потенциал идеи Фуми Тоуэды и команды создателей из славной студии Team Ico. Нет, вышедший в 2005-м оригинал для своего времени тоже был прекрасен. Он разрушал ожидания, поражал атмосферой, вызывал душевный подъём и пробивал на слёзы в необходимых пропорциях. Но ремейк не только вышел намного живописней оригинала, что в целом было вполне ожидаемо. Версия для PlayStation 4 ещё и дала игроку крайне важный инструмент для погружения в эту трогательную историю — удобное управление главным героем. Его, кстати, тут зовут Вандер, и на момент первых событий игры мы о нём почти ничего не знаем. Знаем, что у него есть верная лошадь, есть девушка, которую он должен спасти. А для этого ему необходимо отыскать в пустынном и безлюдном проклятом краю 16 древних не то чудищ, не то механизмов, зовущихся колоссами. В битвах с этими гигантами и пройдут все 10 или около того часов игры. Колоссов нужно догонять с помощью непарнокопытной подруги — по колоссам можно ползать с риском в любой момент сверзиться оземь. И к победе над каждым из них необходимо отыскать свой ключ, фигурально выражаясь, конечно же. Других противников, как и союзников, в Shadow of the Colossus нет, но они тут и не нужны. Как не нужна играм Фумитоуэды и какая-нибудь встроенная подробная энциклопедия, полная справок о предыстории мира и персонажей и дающая однозначное толкование всем здешним знаком, намёкам и событиям. Тень Колосса и без того сполна заряжает эмоциями и переживаниями, и способна навсегда поселиться в особом уголке вашей души. Не будем забывать, что в PS Plus регулярно появлялись и игры для последнего на данный момент варианта портативной консоли PlayStation. И давайте уделим должное внимание творению Лукаса Поупа, которому для создания запоминающейся и, пожалуй, уже культовой игры не понадобились ни огромные бюджеты, ни студии с десятками коллег, ни даже все графические возможности PS Vita. Papers, Please аскетично во всём. Вместо красочных пейзажей по экрану тут размазана палитра из унылой грязи, бумажной пыли и промозглой сырости. Грузные гимны великой страны сыграны автором на скромном синтезаторе. А в небольшое окошко пропускного пункта на границе такой родной державы глядит на вас череда уставших глаз с побитых жизнью лиц. Но не время горевать. Это вам ещё повезло здесь служить. Другие, знаете ли, живут и похуже. А уж что за вертеп и разврат творятся на вражеских землях за пределами любимой Арстоцки, такое достойный гражданин и представить побоится. Нарочито небрежная графическая новелла с небольшими вкраплениями экономической стратегии умело создаёт невероятно страшную атмосферу бюрократической антиутопии, населённой при этом крайне правдоподобными персонажами. А требовательное внимание игры к рутине простого служащего пограничного КПП, роль которого мы и исполняем, только добавляет честности происходящему. Мимо нас проходит целая очередь из человеческих судеб, но нам банально некогда слушать их трогательные истории и проникаться сочувствием к таким же бедолагам, как мы сами. Нам надо все бумажки заполнить и проследить за тем, чтобы все формальности были строго соблюдены. А иначе штраф, голодающие дети и риск потерять работу. В общем, всё как в жизни, которую мало кто из нас хотел бы прожить в реальном мире. Но на экране портативные PS Vito, почему бы и нет? Нарушитель не пройдёт. Слава Арстоцке! Детройт. Стать человеком Июль 2019 года в PS Plus стал месяцем имени Дэвида Кейджа, знаменитого французского мастера жанра интерактивного кино. Дело в том, что в комплекте с Digital Deluxe изданием «Последней» на данный момент игры за авторством студии Quantic Dream мы получили ещё и классическую уже Heavy Rain. Но не будем сейчас в какой уже раз шутить про Press X to Sean, а лучше скажем пару слов про Детройт будущего и андроидов его населяющих. У нас на попечении три главных героя. Все как на подбор, синтетические существа с претензиями на тонкую душевную организацию. Кэра, андроид-горничная, пытается спасти маленькую девочку Алису от её отца — буйного алкоголика и человека, в общем-то, пропасшего по всем фронтам. Маркус — андроид-опекун пожилого художника, который в результате стечения обстоятельств снимает с себя все программные ограничения и становится опасным преступником по мудрым законам прогрессивного мира игры. И Коннор — андроид-следователь, который по долгу службы ищет и нейтрализует таких робопреступников, как бедняга Маркус. Сюжетные линии героев сплетаются в раскидистую паутину вероятных исходов, а мы эту паутину можем внимательно изучать, выискивать в ней новые крупицы информации о судьбах персонажей и принимать на их основе те или иные решения на крутых сюжетных поворотах. И именно от нашего выбора напрямую зависит финал этой запутанной истории о том, что значит быть человеком и возможно ли им стать. God of War 3 — обновлённая версия Ремастер третьей части сказаний о серийном убийце богов Кратосе среди ряда крупных эксклюзивов PlayStation 4 выглядит и ощущается как путешествие в славное прошлое. Во времена, когда у эпических приключений не было ни обязательного открытого мира, ни камеры, привязанной к спине главного героя, немучительных решений, пропитанных серой моралью. Кратос тут может, хочет и превосходно умеет в основном мстить, крушить и пробивать себе путь сквозь толпы античных чудищ. Да, этот путь линеен, и ни шагу в сторону с него сделать нам не позволено, но зато сколько на нём встречается потрясающих воображения злобных и коварных тварей, а размерами они обычно превышают не только главного героя, но и многие местные здания и даже некоторые горы. А какие ошеломительные планы выставляет здешний оператор, и как красиво вписываются в композицию кадра, разлетающиеся в стороны ошмётки зазевавшихся противников. И пусть глупо спорить с тем, что в игре 2018 года пепельный спартанец стал глубже и интереснее. Там он не только взял на попечение слоняющегося вокруг мальчонку, но и впервые в серии обрёл какой-никакой рассудок и черты характера, присущие разумному существу. Но животные инстинкты, которые движут им в ранних частях, как минимум прекрасно укладываются в канву «Дикого мира легенд», созданного студией Суни Санта-Моника. А ещё они оказываются на редкость продуктивной мотивации для этой проклятой ходячей мясорубки, не знающей ни страха, ни милосердия. Until Dawn Rush of Blood В июле 2017-го подписчики PS Plus получили интерактивный хоррор Until Dawn, он же «Дожить до рассвета» в русской локализации. В нём компания молодых друзей отдыхала в лесном домике и упорно вела себя так, как будто никто из них ни разу в жизни не смотрел ужастик с подобной завязкой. А в ноябре того же года в раздачу плюса попал спин-офф под заголовком Rush of Blood. Его специально для PlayStation VR сделали авторы оригинальной игры из студии Supermassive Games на том же движке и с использованием некоторых её элементов. Until Dawn Rush of Blood – это рельсовый шутер, который предлагает игроку прокатиться в тележке по безумному заброшенному аттракциону и пострелять по мишеням со звёздочками из пары пистолетов. Конечно же, всего несколько стартовых локаций спустя в развлекательную поездку вмешиваются баллоны с галлюциногенным газом, странные незнакомцы в клоунских масках, визжащие циркулярные пилы и ещё громче визжащие туши свиней. Словом, поездка выходит не самая комфортная, и слабонервным лучше прикинуться беременными женщинами и, всеми правдами и неправдами, её избежать. Кстати о комфорте. Игра мудро разбита на короткие участки. Во-первых, в промежутках между ними очень удобно передавать очередь следующему игроку, если вы проходите Rush of Blood большой и дружно хохочущей компанией. А во-вторых, это всё-таки американские горки, а не просто тир со страшилками. Если перебрать с резкими подъёмами и спусками, то даже самому отважному посетителю этого аттракциона захочется сделать перерыв, немножко пройтись, подышать воздухом и выпить чашечку горячего чая для успокоения нервов и желудка. Bloodborne Март 2018 года выдался одним из самых удачных месяцев за всю историю раздач PS Plus. Вместе с бодрым мультяшным экшеном Ratchet & Clank подписчики получили, возможно, главный эксклюзив из линейки игр, разработанных специально для PlayStation 4. Если третью плойку в своё время успешно продавал игрокам седовласый Solid Snake, то System Seller 4 стал город Ернам, зовущий искателей приключений на кровавую охоту. Именно город кажется нам главным действующим лицом в этой молчаливой RPG от знатоков крови и пота из From Software. Город с первых минут Bloodborne затягивает игрока в своей сети, подманивает из-за угла блестящими сокровищами и соблазнительным светом спасительных фонарей. Но стоит лишь на миг расслабиться, как на экране появятся главные слова всей игры — вы погибли. И это правда. На улицах древнего города нет места живым, не вынесет никакой живый человек переливание бледной крови, прикосновение к противоестественным ритуалам и таинствам, издавна практикуемых жителями Ернама, да и кто вообще откроет дверь в ночь охоты? Bloodborne — это практическое занятие по вольной интерпретации творчества Лавкрафта без единой прямой отсылки к трудам самого мастера. Но при этом его автор, Хедетака Миядзаки, сумел подобраться к кромешной хтонической тьме намного ближе, чем любой из игроделов, вставлявших имя Ктулху в название своих детищ. Переплетение мрачных образов и готической красоты, чудовище из кошмаров детей викторианской эпохи, кровь на земле, кровь на одежде, кровь, хлещущая из ран. Сама игра построена так, что ваш герой или героиня будет всё пристальней вглядываться в обезображенное лицо ужаса происходящего вокруг, и за каждым прозрением будет стоять новая правда из разряда тех, что лучше бы и не знать, но знать почему-то очень хочется. И, конечно, вязкой жути тут нагоняет не только работа художников. Bloodborne — это, вы не поверите, сложная игра. Здесь действительно важно оттачивать мастерство и никогда не терять концентрацию. Здесь нужно понимать, зачем герой таскает с собой пистолет с кровавыми пулями и почему трость иногда бьёт эффективнее, чем огромный молот меч. Лишь когда каждый удар вы начнёте наносить в строго подходящий момент, когда усвоите, с какими противниками стоит сражаться, а мимо каких лучше пробегать, когда начнёте легко разбираться в хитросплетениях переулков без всякой карты, только тогда вы по-настоящему проникнетесь этим городом. И, может быть, даже станете одним из великих. И на этом у нас всё на сегодня. Играйте в хорошие игры, и до новых встреч на GSTV.